Действительно, слова самоорганизация, это, я соглашусь, это бренд, который сейчас начал широко использоваться. Но ведь этот бренд, он не противоречит тому, что есть на самом деле. И вы тоже, Игорь Николаевич, это сказали, что да, процессы роста кристаллов, процессы кристаллизации, это действительно самоорганизация. Но появился такой бренд. Нужно ли его использовать? Я считаю, что нужно. Давайте говорить, скажем, о наноматериалах, о нанотехнологиях. Ведь известно уже сотни лет эти наночастицы, это калорийная система. Но сейчас, если вы, скажем, в том же гранте не укажете, что вы занимаетесь наноматериалами, то вам получить этот грант будет очень проблематично. Почему сейчас поваренное увеличение, вот этими словами, наноматериалами, нанотехнологиками. Безусловно, я думаю, что наука продолжала бы также заниматься, если бы мы продолжали говорить о нанотехнологиях, о получении тонкодисперсных систем. Но вот эта новая аббревиатура, она, в общем-то, способствует привлечению внимания, мы будем так говорить, руководства страны. Я не вижу противоречия и, так сказать, большого вреда в том, что мы начинаем пользоваться этой аббревиатурой. Хотя мы, люди науки, прекрасно понимаем, о чем здесь идет речь, но поддаемся этому согласному, опять же, в обладной науке, как я считаю. Действительно, вот когда пишем гранты или слышим искупление, действительно нужно упомянуть слово «нанотехнологии». Иначе, 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 иначе. Мы это все прекрасно понимаем. То я, значит, встречаю единомышленников, и мы начинаем рассказывать о проблемах, которые меня интересуют. Я никогда не обсуждаю проблемы с людьми, которые никак не терны, а, так сказать, вот эти... Мы, значит, самоорганизовываемся в институтах. Вот. Когда, значит, в других институтах существуют, значит, люди, которые интересуются определенными проблемами, и они самоорганизовываются в других местах. Но только когда мы приезжаем к конференции, все, значит, заинтересованы в этой проблеме, начинается кристаллизация. Я о чем? О том, что самоорганизация, самоорганизация, это не есть кристаллизация, это есть подготовка к этому процессу. Вот. Как система самоорганизовывается, значит, это тоже вопрос. Значит, терминология самоорганизации, поскольку процесс еще не изучен, она в процессе становления. Вот. Поэтому, любая расплывчатая фраза самоорганизация и так далее, она имеет право на жизнь, пока не образовалась строгая терминология и быстро была строгая теория. Так, например, кристаллизация. Поэтому, значит, как бы сразу отвергать ту терминологию, которая описывает процессы, которые мы не понимаем, но находимся на пути их понимания, тоже неправильно. Вот. По поводу ключевых слов для получения денег. Я сомневаюсь, что, как бы, вот аудитория, которая здесь присутствует, аудитория, часть аудитории, которая распределяет, эксперты, которые здесь тоже присутствуют, их, как бы, нужно разделить сразу на тех, кто говорит по науке и тот, кто говорит про хорболу. Вы понимаете, я так скажу, граница постоянно размыта. И я так думаю, что человек, который себя уважает в науке, как бы, он отдает себе отчет терминологии покупной, торговой, рыночной, вот, и, значит, терминологии научной. Поэтому здесь пугаться сильно не надо, потому что все рыночное, ключевые слова, рыночную терминологию и так далее для ученых навязывают чиновники. А мы играем в эту игру с пониманием. Поэтому, так сказать, тут, как бы, тоже бояться, так сказать, особого смысла нет по поводу терминологии. А вот такие двухкомпонентные системы, как кристаллосокваты, вот, и сокристаллы, поскольку, значит, ну, так сказать, они будут находить широкое применение, значит, для лекарственных соединений, для других систем, хорошо растворимых в воде. Значит, процессы здесь абсолютно не изучены, и, как бы, вот, весь мир находится уже не одно, ну, может быть, десятилетие на пути понимания этих процессов. Вот. Это не только зародыша образования, но это и фазовые переходы, выходы молекулорастворителей из двухкомпонентных систем, из твердых, таким образом, что получается, несародированная фаза, и там будут тоже процессы зарождения новой фазы, причем с процесса зарождения с полиморфизмом и так далее. Эти материалы чисто функциональны, значит, открывают новую платформу и новые возможности для их использования, а науки там столько, что, как бы, если ее привести в нормальную, так сказать, терминологию и так далее, это большое уходе для деятельности. Поэтому я, как бы, хотел бы предложить, что на следующем, на следующей конференции обратить больше внимания на это. Потом, значит, чисто организационно, я не знаю, здесь будут столкнуть по научным вопросам, так сказать, можно организационно, но частично. очень много желающих приехать из-за границы. Для того, чтобы все в этой компании чувствуют себя комфортно с точки зрения языка. Поэтому, значит, поскольку здесь у нас прописано два, по-четому языка, английский и русский, как бы, вот мы постоянно придерживаемся вот русского, поскольку, так сказать, гостей было мало, а есть вероятность, что приедут, и их будет немало, и чтобы те, так сказать, люди чувствовали себя комфортно, я предлагаю следующую схему. Один день, если, значит, количество участников иностранных будет достаточно, вот, один день выделить полностью в английском языке для работы. То есть, это пленарные доклады, ну, по крайней мере, пленарную секцию, вот, либо, значит, секцию такую, вот одну, выделить чисто рабочую на иностранном языке. Да почему один всю целиком? Ну, в зависимости от того, сколько приедут. Вот. Значит, и я предлагаю, если иностранные, значит, гости у нас будут, то... Мне кажется, что если хотя бы один человек не говорит по-русски, то уже нужно... Это я с вами согласен, я просто сказать, как бы это... Вот. Если, значит, будет аудитория, значит, иностранная, то я предлагаю оригинальные доклады, если кому неудобно делать на английском и английском сексе в английский день, то в другие дни делать на русском, но с презентацией слайдов на английском языке, чтобы была какая-то альтернатива рабочая для всех приезжающих сюда, потому что, ну, чтобы все чувствовали по поводу терминологии, сначала тоже все-таки я вот с Анатолием Георгиевичем соглашаюсь, там в коммерческом смысле оно может быть и нормально, да, но нам не надо лукавить самим друг перед другом, когда мы говорим нано, там частица, а то дойдет вот как в пародийной песенке, которую я недавно услышал по радио, нано-профессора спят на нано-простынях, там, изобретают нано-телевизоры и так далее. То есть это смешно, на самом деле, друг перед другом лукавить не надо. Вот. А теперь, значит, по ходу, ну, в смысле, по программе, по организации конференции мне вот что хотелось предложить. Вот секцию, которая касается, значит, самоорганизация в жидкокристаллических полимерных системах, может быть, назвать ее более общим, то есть кристаллизацией полимеров. Значит, вот это жидкокристаллические, все-таки здесь акцент делается, а если будет названо по-другому, куда-то туда все входит, в общем-то, да, и жидкокристаллические полимеры, и просто полимеры, там, и цепные кристаллизующиеся полимеры, может быть, будет больше народа. Вот. И здесь можно будет достаточно, ну, собрать количество, мне кажется, людей из МГУ, из того же, кто занимается, вот, именно, полимерными делами, там, кафедры, как ЛОО, допустим, тоже побольше. Вот. Да, здесь, наверное, кафедры тоже. Вот. И еще одно предложение такое. Может быть, как-то придумать и организовать стендовые доклады, кроме того, что, вот, Гера правильно сказал, с английским переводом вместе, организовать, может быть, какие-то краткие выступления их, вот, в рамках, там, часа свободного, пусть они висят с утра до вечера, это хорошо, кто-то вышел, посмотрел, а вечером, например, в течение часа, там, 10 докладов, по 2-3 минуты на каждый доклад, чтобы, ну, аспиранты, как правило, да, или молодые, еще, но они, чтобы доложили, чтобы комиссия была, ну, неформальна, а вот так вот подойти и основное посмотреть, пробежаться по этому докладу. Ну, пожалуйста.